Приветствую вас, дорогие друзья! Композиция «Литаврщик Лейбгвардии Конного полка» выходит на финишную прямую. После долгого и изнурительного марафона по пересеченной местности, Литаврщик вместе с Литаврами верхом на коне, первым вбегает на переполненный, несмотря на коронавирус, Олимпийский стадион, под несмолкаемые бурные овации и дождь из лавровых венков от поклонников. Хотя, кроме нас, никто по этой трассе не бежал. Обычно, после завершающих операций, я в том же ролике показываю готовую работу. Но не в этот раз. Работа была слишком долгой и трудоемкой, чтобы не сделать для нее отдельный демонстрационный ролик. 16 килограмм бивня мамонта, больше трех сотен деталей из разных материалов и столько же подгонок, совмещений и почти год работы. Я решил сделать этот ролик предпоследним и закончить его укладкой скульптуры в коробку. Вы, конечно, увидите работу завершенной, но не во всех ракурсах и не так торжественно, как следовало бы. Оставим интригу. То есть будет еще один короткий, но емкий ролик без моих комментариев под музыку с краткой фрагментарной историей изготовления, где композиция предстанет презрителям во всех ракурсах, во вращении, с крупными планами и в стереоскопическом видео. И еще. Я обещал виртуальное совмещение всех трех воинов-кавалеристов, которых я изготовил за последние несколько лет. Не могу сказать, насколько далеко или близко находятся они сейчас друг от друга. Возможно, война разбросала их по всему свету, но в последнем кадре демонстрационного ролика мы обеспечим им достойную встречу, и они смогут вместе поднять бокалы за веру и верность. Клеим вторую пластину и навешиваем оставшиеся семь кисточек, так же, как и семь предыдущих. Здесь это не видно, но у каждой верхней кисточки ювелир выбрал место под узелок нижний. Причем так, чтобы они были слегка в раскачку. Кисточки сделаны вручную, по-разному и все пронумерованы, по-другому не встанут. Хотя можно было бы и отлить, но так, безусловно, живее. Под пластинами шариком наношу декор, как будто это тканевая подкладка под золотыми нашивками. Нагрудные пластины – это сложная ювелирная работа, ведь они точно повторяют форму груди. Пластины с кисточками приклеены. Теперь можно повесить на пояс пистолет и голову посадить на плечи. Все элементы крепятся на металлические штифты. Я не доверяю никаким клеям. Даже самые известные бренды не могут гарантировать стопроцентную вечную склейку. Одни клеи боятся перепады температур, другие – удары. Могут попасться и подделки. А стальной штифт из советского лигвоздя или из немецкого бора, он и в Африке стальной штифт. Перед тем, как установить палаш, вставляем пряжки на ремни портупея. Потом будет неудобно. Несподручно, а то вроде как стесняюсь. Отверстия под штифт в бедре всадника и даже углубления для увеличения поверхности склейки не дают точного расположения палаша в пространстве. Поэтому временно садим всадника в седло. Возвращаемся к портупеям. Будем подрезать ремни, продевать их в пряжки и накалывать на штырьки в пряжках. Научное название штырьков – шпеньки. Для этого сверлим отверстия в коже, используя пластиковую подкладку. Так удобнее, чем на весу. Я использую разную толщину кожи. Нужную толщину обеспечивает мастер по коже, знакомый нашего ювелира. Называется шерфование или шерфовка. Наш ювелир и сам мастер по коже, но у него нет приспособления. Вот такого типа. Для ремней портупея толщина примерно 0,7 мм. А для тренчиков не больше 0,2 мм. Те, что я делал на поясном ремне, потолще. Что такое тренчик, я уже рассказывал. Это защитная петелька, как правило, чтобы не болтался конец ремня. Между прочим, в армии, не знаю, как сейчас, но в советской, 70-80-х годов точно, по тренчику на ремне можно было определить срок службы бойца. У молодых он должен был быть на расстоянии ладони от бляхи. После учебки его можно было сдвинуть вплотную к бляхе. Специалисты говорят, что и в царской армии было нечто подобное. Вот такой тренчик-контроль. Последняя склейка и портупея готова. Позволю себе именовать нашу подставку постаментом. Уже очень она солидная. И весит 15 кг. И вид у нее важный. Изготовлена по моим чертежам на фирме Беличские ремесла Алексеем Писаренко. Из трех кусков черного базальта. По замыслу должна ассоциироваться с копытом. Отверстие под штифт и под резьбовую бонку сделал Алексей. А под лавровый венок и барельеф делаю я по месту. Вроде бы ерунда, но операция ответственная и мне не очень знакомая. Сказали, что если не охлаждать, камень может лопнуть. Поэтому делаю так, как посоветовали. Твердосплавными оборами можно было бы и алмазами, не спеша и с водичкой. Барельеф уже вырезан и отполировал. Сейчас вставляем навершие знамени с кисточками. Для этого делаем отверстие диаметром 0,4 мм в торце древка. Многое не снято. Работа была ответственная. Хоть и барельеф, но аж 3 лошади. Не до съемок было. Уже смонтирован знак конного полка. Труба уже в руках трубача. И палочки в руках барабанщика. В кисточках маленькие штифтики, для которых делаем отверстие в знамени. Фиксируем кисточки. Они хоть и жесткие, но так спокойнее. Теперь установим палаш. Он очень маленький, но все же эфес у него из желтого золота, а ножны из белого. На барельефе изображены все три героя-всадника, которых я ваял в последние годы. Только трубачий знаменосец здесь тоже на конях. Сцена объята огнем. Это естественный цвет коры бивня. Снизу вы видите, как будто быцетшие ленты с надписью 1721 лейб гвардии конный полк 1918. Цифрами обозначены годы жизни конного полка. Замешиваем апоксид. Портим поверхность камня для улучшения адгезии. А забыл, сзади барельеф обрамлен золотой обечайкой. И ставим рельеф на место. Бойца пока в седло не садим. Он бы нам сейчас мешал. Или мы ему. Подрезаю кожу, которую приклеил к основанию. Кожа будет защищать торец, как клей или лак, от циркуляции влаги. И потом кожа здесь, как термопрокладка. Теплопроводность камня выше, чем у бивня. И из-за этого могут возникать перепады температур. Повышается вероятность образования трещин. С обратной стороны нужно открыть отверстие под штифты и крепежный винт. Вот представьте, если бы сейчас в седле сидел всадник. Куда бы смотрело его лицо и что бы он сейчас мне устроил. Пришлось использовать старинный угловый наконечник, чтобы посадить вот этот булыжник из неизрасходованного металла. Булыжник секретный. Раскрыть секрет не могу, он для потомков. И к нему еще маленький желудь. Это тоже остатки материала. В посадке всадника нет ничего криминального. Хотя посадить его придется накол, в буквальном смысле слова. Но прежде чем это сделать, нужно замести следы. Заделываем отверстие для винта, который соединил две половины коня. Потребность в нем отпала после склейки, а отверстие осталось. Его не будет видно, когда летавщик займет свое место, но как-то неаккуратно. Поэтому пробка, стружка, клей. Между прочим, цианоакрилат, который засыхает в костной стружке намного быстрее, чем просто на поверхности. И это секунды. Стружки Эбена высыхал примерно час. Возможно, это связано с тем, что Эбен не пропускает ни воду, ни воздух. И вот наступил торжественный момент. Размешиваем эпоксидную смолу, смазываем нужные места и наш летавщик на коне. Мы поздравляем друг друга, но вижу, что у него уже чешутся кулаки за все, что с ним сделали. Поэтому, чтобы они не чесали зря, вставляем в кулаки барабанные палочки. Ими тоже, правда, можно получить по башке. Теперь нужно ускорить установку летавра, чтобы летавщик вспомнил, зачем он вообще здесь. Соединяем путлища со стременами, так, чтобы они были натянуты. Поскольку руки летавщика заняты серьезной работой, поводи идут от трензеля к стременам. То есть управление трензелем ножное. Правый повод свободен, а левый будет натянут. Здесь во многом раскрывается содержание постановки. В этой скульптуре не должно быть какой-то экстремальной динамики. Это не бой, а скорее парад. Конь, испугавшись чего-то, скажем, слишком громкого удара левой колотушкой, дернулся вправо. И летаврщик, натягивая левый повод, пытается погасить это движение. Летавры съемные. Поэтому заказчику предстоит соединять ремни барабанов с конем в четырех местах. Сборка предварительная, потому что окончательную будет делать заказчик в лувре. Шучу. Подружаю всадника на пьедестал и соединяю всю композицию винтом. Собираю сейчас только для того, чтобы все проверить и сделать фото-видео сессию. И результаты в следующем завершающем ролике. Винт будет закрыт отдельно вырезанной веткой дуба, которую сломал встрепенувшийся конь. В основании ветки ключ для ориентировки и неодимовый магнит. Это готовая композиция мельком. Настоящая презентация позже. Чувство завершенной работы смешанное чувство. Это радость победы и печаль расставания с положительным взмахом синусоиды. Когда все кипело. А сейчас снова разбираем и укладываем в коробки. Вот видите, если бы барабаны не были съемными, упор был бы на барабан. Высоты коробки хватило бы, но нехорошо это. А так, замечательно. У пьедестала своя коробка. Я уютно, она на четырех губках. Ну что ж, дорогие друзья, работа завершена. В следующей серии вы увидите кратко всю историю изготовления и подробно композицию во всевозможных ракурсах. А я вам желаю всего самого лучшего. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова